так вы стали думать чем бы таким заниматься и явно ничем не занимались моменту когда надо было собирать деньги на лечение но я в это время когда я приехала сюда и начал получать много имейлов я не знаю откуда люди нашли то есть пошел вот я я честно отвечала каждому человеку я писал я не описал на вопросы открываешь email и так три страницы не прочитанных страничку на то есть у вас было достаточно вопросов которые надо было упорядочить и так системно изложить там были вопросы там были истории там были ситуации знакомьтесь без заморочек я не знал я честно могу сказать миша он там пиаре я не пиаре вот не я на самом деле хотел поговорить об оксане в этом аспекте но я небольшая книжка да небольшая но там практические советы а вы ее издавали кто ваш издатель я буквально я сама ее издавала а то я сейчас книжку издаю и у меня местный издатель слушайте бумага хорошая плестит кошки мышки и ловушки вы мне вот что скажите я где-то про чел или вы словами сказано словах сказали что 20 и бить его с какой-то видел что 29 человек по этой книжке нашли а вы откуда знаете они писали то есть 20 человек отписались то есть может быть нашли больше ну вот я даже уже сегодня говорю слушай может уже там 30 поможет там 40 уже 29 написали это это они не сразу написали где-то года через три я начала получать имейлы что вот спасибо вам большое благодаря вашей книге мы поженились а вот такой вопрос значит вы в принципе в наше время вы можете книжку там взять вот файл который вы дали в типографии можете взять этот часовой файл повесить его pdf допустим да и может быть вас начнет читать там 50 раз больше людей чем есть на сколько она стоит трешку пятерку десятку двадцатку сколько стоит книжка берите считайте применяйте знания и строительство счастье 79 гривен это что-нибудь типа там поменьше 3 доллара хорошо знакомьтесь без заморочек но где-то книга существует она в продаже есть она есть в нескольких магазинах продажи дело в том что когда я выпустила эту книгу закон налоговый закон украине изменился то есть когда мы объявляем эту футболку это наша футболка это наша футболка это наша футболка она такая игривая тут ребят это дойдем покажем ой игривая слушай девчонки такие смешные видали что вот такая еще отчетки так надела типа такая веселая ученая да вот поэтому когда закон изменился согласно новому налоговому закону авторы которые сами издали свои книги не имели права распространять свои книги через магазины поэтому весь мой тираж остался как бы при мне можно сказать все во имя человека да все во имя человека и человека это мы знаем так большой тираж тысячу ну это первый тираж или всего это первый а сколько всего их разошлось нет нету да это всего то есть как бы я может быть в будущем я напишу и вторую книгу так разошлось сколько разошлось уже процентов сорок немного немного потому что я уехала то есть из четырехсот книжек которые разошлись мы имеем двадцать девять пар которые образовались может быть вашу книгу зачитывают до дыр друзья знакомые и так далее но на самом деле подождите но если если это четыреста книжек ушло и двадцать девять пар образовалось то это очень высокий процент полезного выхода return on investment очень высокий значит а нет такого я знаю что обычно вот если что то такое пользуется спросом там просто берут люди его копируют pdf вывешивают там если поискать наверно уже есть я не знаю а может эта книга не представляет такого интереса для людей но вы не хотели вы не хотели сами просто файлом повесить пустите что ли нет я не хотела мне хотелось просто чтобы хотя бы процентов семьдесят разошлось тиража ну вот после выхода статьи обо мне в украинской газете факты продажи книги а возобновились то есть спрос появился да спрос появился за последние недели было достаточно много у меня такие терзания у меня толстенная у меня вот такая там тысячи миллион двести тысяч знаков тридцаторских листов и и мне как-то с ней единых то не надо мне просто хочется почитали поэтому я думаю ну я напечатаю чтоб пятьсот ну там с подписью там дарить кому-то ну это я на Амазоне чтоб лежали там кто-то хочет издалека а так в принципе вот я бы вывесил свободно читай на здоровье так дело в том что себестоимость этой книги достаточно не низкая и если еще взять на заработу посредников то есть денег с нее собственно и не получаешь а это тоже вывод тут на передней странице да это в Санта-Крузе ооо так я же знаю это место когда мы искали идею этой книги на скале сидел молодой человек с компьютером да там все время сидят вот и это так гармонично слушайте так уж прямо возле моей дачи там два квартала там каждый выходной я ходил по этому месту то есть вы через забор перелезли нет ну как же тут же не открыто ну тогда там было открыто да ну хорошо ладно так книга ну все таки вот давайте я просто пытаюсь знаете что у меня как бы такой канал полезный я считаю ну я пытаюсь его сделать полезным с точки зрения полезного канала вот давайте я вас прошу есть девушка так ну Маша Маша хочет замуж в Америку или вы замуж обычно выходит за мужчину ну подождите ну она хочет за мужчину но допустим у нее уже два в Америке у нее уже были два и это не то я ей хочется теперь в Америку например или у вас книжка вообще про замуж нет у меня книжка как сделать интернет знакомства безопасными и успешными независимо от того международная она или внутри страны да но она больше написана больше привязана к нашей культуре итак давайте все таки 29 пар которые образовались сколько из них таких интернациональных как бы географически из тех что я знаю то есть мне писали очень коротко и когда я просила вы могли бы поделиться вашей историей вашими фотографиями извините ну да здесь люди такие частные но есть одна пара украинка любовь и француз франсуан я даже была у них а на каком языке я извиняюсь на английском не на английском а разговаривают любовь симпатичная да красивая девушка вот и я летала в Люксембург к ним а какого возраста любовь примерно не могу сказать ну не школьница по старшему взрослая да взрослая из наших 29 там больше взрослые девочки или так вот совсем вот маленькие email не показывает сколько то есть вы не очень в курсе нет ну люди я им очень благодарна за то что они мне написали вообще когда мне написала первая пара что вот там я не помню каких зовут этих ребят что вы представляете ваша книга сработала ваши рекомендации нам помогли и вот мы познакомились мы поженились там месяц назад спасибо вам большое у меня это было все миссия выполнено я написала книгу одна пара поженилась не зря я ее уже написала да да я на самом деле много книг подарила то есть продано было не так много картинки картинки там есть картинки рисовала моя подружка которая была беременна мальчиком который стал им крестить беременную женщину нарисовала да вот кстати рекомендации беременным если вы беременны таки указывайте при общении потому что когда придете навстречу это все равно будет видно да а беременную вот до этого чтобы еще замуж выходить ну исходя из писем некоторым до этого ну ой как хорошо не когда у человека интерес есть это хорошо просто я понимаю что беременность это тяжелый процесс такой много ресурсов забирают именно индивидуально безусловно и любовь индивидуальная и морковь там все индивидуально вот так ее тянет опять я тянет это не скоперезная нет картинки как раз таки были созданы по тем образом которые я получала из историй из писем людей которые мне писали а письма есть тут какие-нибудь прикольные есть некоторые письма есть да я такие письма получаю иногда им надо плакать хочется иногда хоть стой хоть падай иногда прямо думаешь неужели такое возможно да все-таки возвращаемся к полезности нашего канала и к тому что вот есть девушка маша она хочет любви безопаснее в интернете так и говорит себе ну хорошо вот сидят люди значит там и хотят книжку продать говорит маша допустим и ну я не там сидя не буду значит ну это один вариант другой вариант маша говорит ну хорошо а все-таки есть что-то что я могу почитать вот вот просто пойти почитать может быть блог может быть ну я не знаю что у меня есть веб-сайт даби 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 оксанакрасуля.com на самом деле я расскажу что когда я набрал оксана красуля прям по-русски там вышло довольно много всего в частности веб-сайт и канал на ютюбе и там еще что-то вышло хотя канал бы давно не апдейтили у меня на самом деле нету канала на ютюбе это просто видео с презентацией книги окей ну да не действующий канал а какой-то такой это просто да хорошо то есть для вас важно чтобы ушло больше копий книги или для вас важно чтобы больше народу как-то эту информацию к ней приобщились независимо от того это книга или блог или конечно второй вариант я с удовольствием отвечаю на вопросы просто когда я получаю очень много имейлов которые начинаются вот книгу некогда читать а вот мне надо вот это это и это я не могу физически всем отвечать потому что мне нечего добавить к книге ну да все вопросы изложены там ну нечего начать нет просто некоторые некоторые люди относятся к этому так что человек написал не отвечает потому что он хочет чтобы купили книгу а не то что он не отвечает потому что допустим у него времени нет или он уже сто раз отвечал ну на самом деле да у меня физически нету времени отвечать на семьи а у меня все время одинаковые вопросы задаются ну там про Америку про Кремлевую долину про эмиграцию про то как получить рабочую визу и процентов на 90 это все либо повторяется либо пересекается очень сильно либо что-то я уже не знал что делать и вроде человек переживает и неудобно же не отвечать то есть как бы никто из нас не любит чтобы его игнорировали ну да понимаете но в то же время никто из нас не любит там перепахать все на спите прежде чем вопрос спросить так что кто же такой должен быть и вот это вот противоречие так оно присутствует и на раз просто чтобы начать отвечать на вопрос нужно собраться с духом потому что все внутри выпьет да да есть к сожалению ну это в человеке так оксанчик с точки зрения ресурсов для разумного человека который готов тратить время и разбираться то есть который задачу ну как бы серьезно понимает и серьезно относится есть какие-то ресурсы в сети которые вызывают доверие я не знаю допустим я не от балды форум там его . ну на многих веб-сайтах есть рекомендации психологов профессиональные да профессиональные психологи есть видео я на своем веб-сайте даже распространяла полезные ссылки они там все еще висят я очень давно ничего не обновляла из-за того что первых времени нету а во вторых как-то уже тема интернет-знакомств я немножко отошла от этого а вы где сейчас какому сейчас я сейчас в семье в бизнесе так а бизнес у вас в смысле да вау ламигер 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 да если пигурка упадет без претензий ламигер хорошо не но я делаю так чтобы клиент был удовлетворен хорошо то есть ну подойдем а как же вот это вот вот это вот это как бы высокие высокие материи вы знаете это все настолько мелочно это все такие иллюзии да то есть это все амбиции и когда ты видишь когда ты занимаешься любимым делом пизде это уже не так важно я поставила визитную карточку пизде потому что когда я с кем-то разговариваю даю свою визитку а там оксана капсуля какая-то там девочка очередная которая делает тортики нет друзья нет это я была на одном на конференции я была волонтером и я познакомилась там с несколькими американскими инвесторами ну не для бизнеса исключительно как волонтер я не помогала вот они попросили у вас есть бизнес-карт да конечно они так читают скайк артист типа и сразу какое у вас образование я говорю у меня пищи в экономике а где что у нас здесь не стоит вот я думаю ну ладно поставлю у меня сегодня не сегодня вчера я группу нашел у меня такая девочка сидела я бы сказала молоденькая как бы все молоденькие картюши под 60 но не важно в общем молоденькая такая девочка симпатичная худенькая такая беленькая вот и так слово сосло так она еще скрывалась я из нее вытаскивался что она PHD я когда знакомился с личным составом значит она вот там химиком вот и она значит там PHD я говорю как она защищалась говорит вот только что я говорю и что ж ты к нам сразу она говорит ну на самом деле да да ну PHD когда ты преподаешь да когда ты на какой-то высокой позиции да а когда ты обычный человек вот мне в колледже мешало это я скрывала эту информацию потому что преподаватели относились ко мне они я на каком-то этапе поняла что я не могу получить конструктивную критику моих работ нет они не завершают оценки нет чтоб наоборот да нет чтоб сказать вот у тебя здесь и здесь ошибка потому что вот так вот так и вот так ну не тянет к преподаванию больше нет это был этап моей жизни который мы очень давайте знаете что я подумал вы на самом деле должны были бы сделать канал на ютюбе а ну а